Осеннее ралли Марокко считается главной репетицией перед Дакаром, который в этом году переезжает из Южной Америки в Саудовскую Аравию. За пять дней участники преодолели более полутора тысяч боевых километров. В зачете внедорожников гонку выиграл Жаниэль Девилье на Тойоте. Ранее южноафриканец уже трижды становился победителем ралли-рейда за рулем Ниссана и Фольксвагена. Долгое время за победу сражался Карлос Сайнц, но на финальном участке у него возникли проблемы. В итоге спасти хотя бы второе место Сайнцу помог коллега по команде Якуб Шигонский, взявший испанца на буксир. Фернандо Алонсо завершил свой первый международный ралли-рейд на 26-м месте. Самым конкурентным оказался класс Т-3, где собрались 16 экипажей. На победу претендовал россиянин Сергей Корякин, которому ассистировал Антон Власюк. Очень понравилась убойность трассы. Можно сказать, что даже где-то перепор. Огромные камни. Не просто камни, а каменоломные. Марсианский такой ландшафт. Очень сложно, но это дает нам подсказку, что Давид Кастера прописал трассу и здесь, и на Дакаре. Дальше вы делаете сами. Это же, как я и говорил, Марокко отличная подготовка. Корякин и Власюк финишировали первыми, но комиссары Фио удовлетворили протест бразильца Рейналдо Варелу, основного конкурента команды Снакрейсинг. Суть протеста связана со временем прохождения Корякиным в зоны ограничения скорости. В итоге российский экипаж классифицировали восьмым в абсолютном зачете гонки и вторым в классе. Бронза в категории багги досталась Александру Доросинскому и Олегу Уперенко. И еще два российских экипажа стали пятыми и седьмыми.